Облегчить переход ребенка в школу, дать ему все нужные знания и выстроить преемственность образовательных учреждений – такова главная цель проекта «Предшкола. Стандарт детского сада». Участником областного пилотного проекта в 2021 году стало структурное подразделение школы номер 17 «Детский сад Карамелька». Полученными за время практики навыками педагоги дошкольного учреждения теперь готовы делиться с коллегами. Так в детском саду состоялись практические занятия. На них приехали сотрудники дошкольных учреждений двух округов – Щелково и Фрязино. Конечно же, для работы в этом проекте необходимо обучить педагогов. В Министерствовом образования были разработаны именно курсы повышения квалификации для педагогов, которые работают в этом проекте, которые состоят из трех блоков. Первый блок – это блок теоретический. Педагоги проходили его на базе Гуманитарного технологического университета. Второй блок – это был практический. Педагоги практику смотрели в гимназии Примакова. И третий блок – это как раз работа стажировочных площадок. В начале экскурсия по детскому саду с демонстрацией локации и передового оборудования, которое используется в учреждениях на занятиях с детьми. «Карамелька» – современный детский сад, оснащенный всем необходимым для развития подрастающего поколения. Здесь работают высококвалифицированные педагоги. Предшкола – стандарт детского сада – проект, который открыл новые возможности. В чем же заключаются преемственные связи между детским садом и школой? Это то, что мы с помощью современного оборудования формируем у детей знания, умения и навыки, необходимые для поступления уже в первый класс. Ну и дальше по ступенькам начальной, средней и старшей школы целенаправленно взаимодействие с учащимися. Учащиеся приходят к нам с мероприятиями. Наши детки участвуют, тоже какая-то роль у них есть в этих мероприятиях. И подключаем родителей. Все это позволяет в игровой форме готовить ребенка к новому этапу в школе, как говорят, бесшовному переходу в общеобразовательное учреждение. Своим опытом и методиками педагоги учреждения поделились с коллегами. На практических занятиях по дополнительной программе повышения квалификации они смогли лично поработать с технологическим оборудованием. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.